3660 человек погибло в зоне проведения антитеррористической операции за неполных 7 месяцев. Такие данные на днях опубликовала ООН. В Запорожском обл. военкомате обсудили неутешительную статистику необъявленной войны и так называемого перемирия, за время которого, по данным МИД Украины, погибло 100 человек. Военные рассказали, что думают о мирном плане президента, а представители 23-го батальона теробороны, который совсем недавно вернулся из-под Мариуполя, рассказали о том, что видели в зоне АТО. В Донецкую область солдаты 23-го батальона отправились еще в мае. Под Мариуполем они пробыли более 4-х месяцев. Домой не вернулось 5-ра бойцов. У остальных есть месяц на восстановление сил, физических и, что еще важнее, говорит командование душевных. Встреча с теми, кого до недавних пор многие считали братьями, оставила неизгладимый след. Введены войска Российской Федерации, как вы знаете. Мы это знаем не по наслышке, не из средств массовой информации. Мы сами с этими братьями, так называемыми, встречались в бою. Люди получили в том числе психологические травмы. Необходимо какое-то время для восстановления, в том числе с помощью и близких, родственников, общественности, ну и в некоторых случаях, в том числе медицинская помощь. Сейчас, говорят военные, большие надежды возлагаются на мирный план президента Украины, озвученный им на саммите в Брюсселе. Напомним, он насчитывает 14 пунктов. Среди них создание 10-километровой буферной зоны на украинско-российской границе, освобождение заложников, разоружение и гарантии безопасности для всех участников переговоров. Насколько реально воплотить задуманное в жизнь, запорожские военные оценивать не берутся. Но факты говорят сами за себя. Необъявленная война на востоке страны продолжается. Наши военнослужбовцы несут траты. 66 военнослужбовцев загинуло с 5 вересня на территории проведения зоны террористических операций. Среди погибших за время режима прекращения огня есть двое запорожцев уточняют в обловоенкомате. Всего в зоне АТО сейчас несут службу полторы тысячи наших земляков.